Любой человек или семья может оказаться в трудной жизненной ситуации. И тут важно знать, какие меры государственной поддержки существуют. С этого года во всех регионах страны заработала программа социальных контрактов, благодаря которой граждане на безвозмездной основе могут получить до 300 тысяч рублей на открытие своего бизнеса для развития личного подсобного хозяйства или на трудоустройство или переобучение. О том, как реализуется эта программа на территории нашего района, кто может заключить социальный контракт, обсудили на совещании при главе района. Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. Его главная цель – не просто материально помочь человеку, семье, а стимулировать активные действия по преодолению трудной жизненной ситуации. У социального контракта четыре основных направления использования. Первое направление связано с содействием занятости. Задача – помочь найти работу. Если для этого необходимо пройти переобучение или повышение квалификации, то за счет средств социального контракта такая образовательная программа будет оплачена. Также человек может получить выплату в размере прожиточного минимума на период трудоустройства и три месяца после трудоустройства. Обязательное условие – подтвердить статус малоимущей семьи. «Семья малоимущая. Ему предлагается этот социальный контракт. Он заключает его. И он теперь, в день, когда он заключил контракт, ему выплачивается 12 тысяч едино-временно. И потом он в течение полугода, шести месяцев, ищет работу. Вот он ее за эти полгода находит. И с первого дня, когда он устроился на работу, ему еще в течение трех месяцев доплачивают к его заработной плате соцзащита доплачивают 12 тысяч 900 рублей. Это людям интересно? Те, кто именно пришел в службу занятости для трудоустройства за поиском работы, это их очень заинтересован. То есть, другое дело, у них бывает, не всегда подтверждают они, что они малоимущие, даже в тем более это. И сколько у вас таких контрактов, грубо говоря, в год? На 133 – это первый год вы работаете с таким только. Поэтому вот на сегодняшний день 53 контракта мы уже заключили. Значит, 5 сейчас заявлений в работе. Вот буквально они уже подходят. Где-то 34 человека сейчас собирают документы. Еще одно направление использования социального контракта – это индивидуальное предпринимательство или самозанятость. Стартовый капитал на открытие бизнеса выдается безвозмездно. В нашем районе такой помощью воспользовались уже 5 человек. Трое планируют оказывать парикмахерские услуги, один – бухгалтерские услуги, и еще один житель заключил социальный контракт и получил материальную поддержку на приобретение профессионального оборудования для фотостудии. Также 4 человека получили государственную помощь на ведение личного подсобного хозяйства. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – это единовременная денежная выплата в размере до 250 тысяч рублей. Серьезная сумма, она предоставляется для приобретения каких-либо основных средств, то есть оборудования и материальных запасов, сырье, материалы, необходимые для производства и начала, собственно говоря, своей работы. Также поиск аренды помещений, оплата государственных пошлин и срок заключения социального контракта – не более 12 месяцев. Одно из первых социальных контракт на открытие своего дела заключила жительница охутороводного Петровского сельского поселения Екатерина Новгородова. Благодаря помощи государства женщина смогла исполнить свою заветную мечту – открыть парикмахерскую. Теперь ее работа находится рядом с домом. Она занимается любимым делом. Охуторяне рады, что теперь за красивой стрижкой не надо ехать в Петровскую. Сказали, что такая вот программа есть, что могут помочь малоимущим свой маленький бизнес сделать. И вот в течение трех-четырех месяцев мне выделили деньги изначально, вагончик приобрела, оборудование и работаю потихоньку. У меня уже тут первые клиенты. Вроде думаю, будет достаток у меня и помощь семье. Как-то все довольны. У меня и хуторяне ходят все. Это очень помогло мне. У меня муж сначала переживал, что это не может быть, а в итоге обратилась, помогли. Государству спасибо, конечно. Очень большое спасибо. Спасибо. Думаю, будем дальше идти в ногу со временем. Спасибо. В этом году соцконтракт можно направить не только на открытие собственного дела, поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, но и на бытовые нужды. Приобретение товаров первой необходимости – одежды, обуви, лекарственных препаратов, лечение, получение дошкольного и школьного образования. При предоставлении средств на бытовые нужды приоритет отдается семьям с детьми. По всем вопросам получения государственной социальной помощи на основании социального контракта, жители Славянского района могут обратиться в Управление социальной защиты населения по адресу. Город Славянск-на-Кубани, улица Ленина, 14. С собой нужно иметь паспорт. Специалисты управления подробно проконсультируют по всем видам социального контракта, которым может воспользоваться гражданин согласно действующему законодательству, проинформируют, какие для этого необходимы документы. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».